Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети на Пилот-радио в эфире прямо сейчас. Я Марина Семенова, а также Артём Соловейчик, профессор Лесли-Юниверсити, Кембридж-Юсэй, ведущий российский эксперт в области современного образования и воспитания. И Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВУМ. Рады приветствовать вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. В этом выпуске решили разобраться, как же воспитать у ребёнка ответственность, а также самостоятельность. До эфира собирали мнения нашего подрастающего поколения, спрашивали, что дети умеют делать самостоятельно. Обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Немного позже видео-версию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале «Твери.град». Итак, умение действовать самостоятельно, стремление проявлять какую-то инициативу – действительно очень важные факторы современной успешности. Самостоятельность действительно необходима в жизни. Как же её воспитать в наших детях? Вот давайте попробуем сегодня с вами разобраться. Как я уже говорила, Артём Соловейчик сегодня у нас в студии. Это профессор Лесли-Юниверсити, Кембридж-Юссей, ведущий российский эксперт в области современного образования и воспитания. Вы не в первом поколении, я знаю, занимаетесь вопросами воспитания детей, образования детей. Ваш отец был основоположником, да, вот такого свободного воспитания детей. Симон Соловейчик, известный педагог, писатель, журналист, философ. Да. Вот почему, вот сегодняшняя тема, самостоятельность у нас, почему, вот на ваш взгляд, она имеет такое, ну, практически краеугольное, наверное, значение в воспитании современных детей? Самостоятельность всегда была важной вещью во все времена. Но был другой мир, и в том мире, в принципе, и в бизнесе, и просто в жизни, и в семье было такое понимание, как послушный человек, исполнительный. Да, исполнители ценились раньше больше. Да, да. Что неплохо, и конвейер предполагает такую историю. Но мы увидели, как за последнее время поменялся мир, что даже на любой работе, в любом бизнесе, в больших корпорациях, сегодня нужны люди именно с собственным внутренним пониманием жизни, с собственными внутренними какими-то опорами, а иначе корпорации рушатся. То есть сегодня на наших глазах исчезают Нокиа, которая просто не решилась двигаться дальше, не была достаточно самостоятельна в том, чтобы принять решение, потому что, кажется, все уже удобно. И она проигрывает эту битву и перестает существовать. Сегодня, более того, так мир изменился, что условия, то есть нам, в принципе, удобно всем, надо признаться взрослым, даже мне, мне удобно, когда дети послушные. Конечно. Я хотел бы, конечно, чтобы они были самостоятельны, но потом, когда-нибудь. А сейчас были бы послушные. Вот хорошо бы все детство, они послушные, поступили в университет, не знаю, там, нашли хорошую работу, и вот уже дальше, пожалуйста, самостоятельные. И это вот тот самый разрыв, который происходит, и с которым детям приходится иметь дело. Но даже если мы сегодня хотим воспитать послушного ребенка, в чем произошла революция в образовании или в нашей жизни, что сегодня условия воспитания послушных детей практически исчезли. Кругом интернет, кругом другая информация, кругом другие образчики поведения. Нам только, если мы действительно задаем ребенка, и мы как-то будем переначивать его сознание. А как он потом жить будет, да? А как он потом будет жить? Такой заданности. Если я раньше все говорил о том, будь послушным, будь что-то послушного, есть работа. Сегодня для послушных нет работы. Мы должны осознать, взрослые, что если мы действительно хотим, как в былые времена, чтобы у нас все было культурненько, все было замечательно, чтобы наш ребенок получил хорошей жизнью, чтобы он был самостоятельный. А самостоятельность с ней, то есть, если, можно даже так жестко сказать, да, если начало 20 века это вот всеобучь по ликвидации безграмотности, то сейчас всеобучь по воспитанию самостоятельности. Сам, сам, свой собственный путь, самоопределение, школа самоопределения. Мы слышим это отовсюду. Даже любые тренинги сегодня говорят о том, найди свое «я». Себя, да, найди себя. Даже, собственно, «я» понятие появилось только, я бы сказал, в середине или во второй-третье прошлого века. Концепция «я» — это очень медленно формирующееся понимание с психологами. А сегодня каждый из нас живет, это «я». Я так подумал, я так решил, мы говорим о критическом мышлении, что детей надо воспитать. И вот, собственно, наступает самый момент истинный, о котором, наверное, вы спрашиваете или ждут ответа. Что делать нам, людям другой формации, воспитанные по другим примерам. Когда мы говорим про самостоятельность, мы еще одну ошибку делаем. Очень серьезную. Она в том, что нам хочется, чтобы они были самостоятельными в тех делах, которые мы хотим, чтобы они сделали. Сам завязал шнурки, сам сделал уроки, сам пошел в школу. Ну, он у меня такой самостоятельный, он все делает сам. Сам прибрался, сам помыл посуду, ну, просто самостоятельный. А сам, а можно я буду делать сам, но не то, что вы считаете, я должен делать. Ну, то есть шнурки пусть завязывает мама. Ну, или пусть они будут не завязаны. Или пусть постель будет не убранная. А сам я сейчас, вот сам, я хочу, я самостоятельно играю в компьютерную игру. Я самостоятельно сейчас своим другом, мы решили с ним вот пойти какой-то там поход, еще что-то. Я самостоятельно решил изучать совсем не то, что мне в школе предлагают, а что-то другое. И, в принципе, настолько самостоятельный, что я вообще отказываюсь учиться от того, что в школе. Вот. Вообще отказываюсь. К чему это может привести? Потому что я целиком и полностью сегодня сосредоточен на тех задачах, которые стоят передо мной, мной поставлены. Я самостоятельный. К такой самостоятельности мы не готовы. Более того, если вдруг нам повезло, и он прямо был бы правильный у нас ребенок, и мальчик, и девочка, дочь, сын, а потом они вырастают, но самостоятельно мы опять в шоке. Их самостоятельность совершенно не совпадает часто с тем, с нашими представлениями. И 16-летний парень или девочка так зажигают, и вообще выяснилось, что он совсем другой. Мы не этому учили, мы не про это говорили и 20-летний, и 30-летний, и так далее. И до тех пор, пока вдруг родители не отпустят, скажут, наверное, ну или что-то не получилось, ну или получилось, но, в принципе, они такие сейчас самостоятельные, они сами знают, что делать. Мир поменялся кардинально. Он поменялся уже на наших маленьких детях. Но мы не готовы предоставить самостоятельность в истинном смысле этого слова. То есть свободу. Ну, свобода сразу, слово кажется, что такое пугает, да? А вот самостоятельность, да, это свобода. Мы предоставляем возможность ребенку выбирать. И такие строятся школы, такие делаются целые направления из педагогики, в которых дело взрослых, дело нас, родителей, дать большой выбор возможностей и быть в этом смысле абсолютно абстрагироваться от того, какие из этих возможностей выберут наши дети. Потому что каждый выбор — это следующий веер выборов, там неизведанный путь, это неизвестная дорога. И только когда человек, ну, первопроходец в чем-то и в своем собственном пути, тогда он вырастает в сильного, мощного, настоящего человека. Вот те люди, почему? Не потому такие потрясающие джобс, да, которые ставят Apple. Вот он в школе плохо учился, вот он даже школу где-то не кончил, бросил его учиться в вузе и смотреть, кем стал. И масса таких примеров. Но дело не в том, что они бросили вуз, а дело в том, что они... Знали, чего хотят. Ну, или даже, может, не знали, но они делали выборы, совершали свои ошибки. Но всякое сделанное дело, всякий сделанный шаг дает, открывает возможности другие. То есть если мы стоим и за углом много возможностей, мы шаг твой не сделаем, мы и не узнаем. Мы можем его сделать долго, не совсем точно, споткнуться и, там, не знаю, упасть, да. Но когда мы сделали шаг, там появляются другие возможности. Мы из своего опыта жизненного, мы знаем только энное количество возможностей из своего опыта. Мы знаем то, что мы сделали, что получилось, и это получилось хорошо, и в этом смысле имеет смысл следовать этому пути. Или это получилось плохо, и в этом смысле не имеет смысла. И то, и то, тоже указание ребенку, что-то, да. Но мы же сделали свои выборы или от чего-то отказались, и многих других возможностей мы просто их не знаем. Назывательно знаем, но не пробовали. И не даем внутри себя ребенку это попробовать, потому что мы боимся, нам страшно, мы переживаем. И правильно страшно. Быть родителем – это очень рискованное дело. Но убирать страхи означает во имя безопасности лишить ребенка живой жизни. Кстати, давайте посмотрим, вернее, послушаем, что же сами дети считают самостоятельностью, в чем они видят свою самостоятельность, что умеют дети разных возрастов. Это очень интересно, очень, да. Детское мнение. Я умею делать самостоятельно. Я умею вешать белье. Я умею складывать одежду свою. Я умею самостоятельно убирать игрушки. И я умею постель заправлять и раскладывать тарелочки, вилки. Я могу, допустим, приготовить салат, макароны. Могу заправить постель изо всех. Могу поменять братьку подгузник. Могу разгрузить стиральную и посудомощенную машины. Могу помыть обувь, вынести мусор. Я самостоятельно делаю свои уроки, мою голову и мою посуду. Читаю книжки в ночь, в вечер и рисую картины. Я умею без родителей, без сестры делать, мыть посуду, мышцы, сама обмыть волосы и могу убирать за собой игрушки. И я могу за собой заправлять постель и сама читать книжку. Детское мнение Замечательные дети. Да, от 5 до 10 лет я хочу сделать такую корректировку. Я хочу в такие семьи, в такую семью, в которой вот так все здорово происходит. Ну, понятно, да, что маленькие дети вообще счастье, если мы позволяем им наши дела делать, они очень хотят участвовать в возрослой жизни. Тоже еще одна из ошибок, которые, может быть, в наше время уже не происходят. А в былые времена, когда мы жили все-таки не так, может быть, ну, не с таким достатком, я помню эту разницу. Приходят гости, накрывается другой сервиз, чайный. И вот тут уже запрещают тебе его мыть, запрещают участвовать вот в этой самостоятельности, потому что, не дай бог, по дороге еще разобьешь, да? А это вот бесценный сервиз и так далее. И ты вдруг понимаешь, что ты понес мыть чашку, ты ее разбил, услышал крик и на всю жизнь запомнил, что вообще-то проявлять самостоятельность без просьбы. Даже в таком деле, как помыть посуду, может быть, чревато. Вот, собственно, на этих переломах, да, сколько мы позволяем, понятно, что ребенок делает наши взрослые дела гораздо дольше, с большим количеством ошибок. И нам потом, может быть, еще больше приходится трудиться, чтобы исправить то, что он сделал, да? Но в этом вся и суть, что во время детства надо забыть про слово эффективность. Остается одно слово самостоятельность. То есть, вот, да, я сделал, я сам важнее любого результата. У нас любой процесс описывается в том, что вот мы так вот сделали и такой результат получили. С детьми надо забыть про результат. Результат другой, то, что в них происходит внутри. Поэтому, когда я сам, значит, сам. Ну, мы так опоздаем в детский сад, значит, опоздаем. Ну, мы так никогда не оденемся, значит, никогда не оденемся. Я понимаю, что это невозможно. Но это и есть настоящие точки роста и родителей, и детей. Когда ребенок, вот, например, у меня ребенку 4 года, и он говорит, он умеет сам одеваться, но в каких-то моментах он, естественно, мною руководит и мне рассказывает о взрослом. Я говорю, Ванечка, ну ты же взрослый, ты же уже все умеешь делать сам. На что мне ребенок говорит, а взрослым надо помогать. Вот так вот, что я ему должна, как взрослому, помочь. И ничего страшного в этом нет. Дело в том, что если, то есть, если... Уже хитрит. Ну и счастье, есть возможность, есть время, спокойно можно одевать. Вы скажете, до какого возраста? Да. Да это все пройдет. Когда в чем-то начинаешь, ну, показывать, что есть какой-то принцип, то он закрепляется, и вот это никогда не проходит. В каком-то другом виде возникнет. Если здесь принципа никакого нет, то есть, смотри, вот ты не убрался, ну, значит, если у меня есть возможность, я уберу, и никогда тебе это на вид не поставлю. Если у меня нет возможности, ну, значит, будет не убрано. Но главное не устраивать историю про то, что ты хочешь, чтобы я... Вот ты такой, ну, в общем, никаких... Упреков, наверное, да. Нет упреков. Вот, и я долго думал про свой дом, про то, как мы вырастали, и что происходит сейчас у меня дома, да, где много детей. Я думаю, у нас же есть упреки, но они какие-то другие. Они не про то, что купил, не купил хлеб, не про то, что сделал уроки, не сделал, ну, не сделал уроки, ну, можно про это поговорить, что... Про что-то другое. Упреки, может быть, самые главные, да, то есть какая-то не та интонация, какая-то неожиданная, ну, вообще, ну, какая-то грубость, да, которая, может быть, даже не упрек, но ты просто молчишь, и ребенок, когда ты по существу с ним взаимодействуешь, он понимает, что это есть главная, что это центральная вещь для жизни. А вот убрался, не убрался, это не по существу. Сделал уроку, не сделал уроки, это тоже не по существу. Сдал ЕГЭ, не сдал ЕГЭ, это не по существу. По существу что-то другое. Все с самого детства, и мы знаем, что смыслы жизни про другое. Но мы пока читаем книгу, пока читаем философский трактат, мы готовы жить в этих философских. Как только мы переходим на быт, нам хочется, чтобы было удобно, опрятно, аккуратно, и я пришел с работы, у меня болит голова, и ваш шум там меня смущает, если мягко сказать. А еще я, может, даже пережил, может, даже не сделал замечания, но во мне нарастает раздражение. И оно еще срывается, оно из меня вырывается, и в какой-то момент, как психолог говорит себе, что долго держать, потом вырвется, и ты уже... Не остановишь эту бурю. Без разбора-то, да. И получается, может, даже лучше, чтобы родители все высказывали. Конечно, лучше, чтобы этого даже там не возникало, идеи, что что-то ребенок... Еще раз, самостоятельность, это не про то, что он сделал наши дела самостоятельно. Самостоятельность про то, что он живет своей жизнью. Чтобы ребенок жил своей жизнью, есть одно единственное важнейшее правило. Какое? Родители тоже должны жить своей жизнью, а не жизнь детей. Мы не должны вешать на себя их... на них свои вот эти... и заботы, и так далее. Они должны чувствовать, что у них есть своя, просто своя жизнь. И с игрушками, с самого раннего детства, и с игрушками, и в комнате. Если нет отдельной комнаты, в этом углу. Мы туда даже не посмотрим. Когда ты играешь в игры, если ты не позвал, я буду проходить... И вот вы не видите по радио, да, но я вот как лошадка закрываю себе глаза вот сбоку, да, и иду только, чтобы он знал, что я не подглядываю. Я не вступаю в его жизнь до тех пор, пока он не позовет. Вы удивитесь, как важно становится ему, когда он зовет, и как вам вдруг понятно, что делать, когда он позвал. Время и дети Продолжаем программу «Время и дети» на Пилот-радио. Вместе с Артемом Соловейчиком, профессором Лесли-Юниверсити, Кембридж-Юсэй, ведущим российским экспертом в области современного образования и воспитания, а также Артемом Федоровым, сооснователем среды образовательных возможностей, Совом, мы разбираемся, как же воспитать самостоятельность наших детей. Артем Семенович, вы говорили о том, что свобода важна, да, чтобы родители предоставляли ребенку свободу, то есть он сам вправе выбирать какие-то действия свои, учиться на собственных ошибках, не вмешиваться, да, родителям. Но это вот вы привели хорошие примеры, когда если родитель не вмешивается, это приводит к успешности ребенка. Но ведь сколько примеров, когда родители и не вмешиваются, да, но, так скажем, улица, друзья, какие-то, ну, другие внешние факторы способствуют тому, что ребенок идет по кривой дорожке. Очень много примеров, когда родители не вмешиваются, предоставляют полную свободу, и их дети становятся алкоголиками, наркоманами, к сожалению. Вот как быть, где та самая грань, в которой не вмешиваться родителям, где та самая грань свободы? Мы говорим про самостоятельность воспитания, самостоятельность и не про не вмешиваться, да, потому что то, о чем я говорю, это как раз очень внимательное отношение к реальной истории, которая происходит с детьми. Но вот в пандан тому, что вы сейчас сказали, мы же все знаем, вот вы, Артем Васильевич, про свободу, а вот мы вчера нашим троим там, вот он с друзьями дали свободу, они все разнесли, они как с ума сошли, да. То есть мы знаем, что вот на самом деле в них сидит вот это желание какое-то вот чего-то такое совершить, что в общем, от чего надо оберегать. И ответ на это есть. При вере в такое свободное воспитание появляется внутренняя резистентность, то есть когда есть сопротивление у самого ребенка против плохих вещей. Мы уберечь от плохого не можем. Сейчас я объясню, что имеется в виду. Если мы держим... Сейчас я утрирую, да, но если мы держим кого-то в клетке, потом выпускаем, он идет в разнос. Если дети идут в разнос, значит, до этого они были в клетке. И это вот, это очень жесткий... Да, дальше нужно выстраивать какие-то отношения и пережить вот этот самый разнос, чтобы пока не появятся внутренние структуры, которые позволят ребенку самому определять вот эту правильность жизни. То есть я учился, наверное, учился как-то по-своему. Мне показалось, ну, я сейчас не буду рассказать, почему, да, но я не поступил в университет и оказался на флоте. Я три года прослужил на флоте. Я попал на флот из, ну, вот, назовем это интеллигентной семьи, да, хотя, мне кажется, просто нормальная семья, да, в которой никто не служил ни сбоку, ни справа, ни слева. Я один из всего вот этого мира писательского-журналистского оказался на флоте. Ну, и все переживали страшно, все, и там же, какие же, кого там встретят, и среди матросов, я оказался на флоте, и среди офицеров, мечманов, ну, и вообще жизнь. И, в общем-то, я там все это встретил. Я не говорю, что чего-то, да, но одна из вещей, первое, что я встретил, это все говорили на таком сугубо русском языке. То есть из семи слов только одно было. Понятно, интеллигентное. Из-за того словаря, который в нашем доме был, все остальные что-то. Это не сделал меня человек, который говорит матом. Я так и прожил весь флот ни разу, мне не понадобилось. И потом меня еще спрашивали, как это все получилось, как это вот такое вот что-то, да, подружественное. На самом деле, я не специально это делал. Я никому на вид не ставил, что-то вы матом рассказывали. Это их жизнь. У нас была дружба глубокая. Но я знаю это ощущение, что у меня создалась какая-то защитная, да, как человек, который закаливается, да, у него закалка, его потом в холодную воду опускают, у него как будто тело, кожа горит, он спокойно плывет и держит тепло внутри себя. Поэтому когда ты веришь в свободу, в самоопределение, в собственное движение, в то, что эффективность появится потом, в том, что результат появится потом, и ты в этом консистентен, то у вас вырастут очень защищенные дети. Если ты в это не веришь, тебе кажется, что надо везде заранее подложить, да, и аккуратненько все сделать, то вырастут люди, у которых структура внутреннего самоограничения, они внешние. Пока принуждали, пока кругом общество, пока культура, да, пока не флот еще, да, значит, я вот весь как это, а там вот я становлюсь там, и так и получается, ребенок до 14 лет идеальный, потом вдруг повзрослел, вышел на улицу и пошел по кривой дорожке. Видишь, у меня сейчас рассказали про истории, что детьми не занимались, и они пошли по кривой дорожке. А сколько историй, когда занимались, и они пошли. И вот здесь-то уже необъяснимо, а это вот одинаково объясняется. Не занимались, если я создал дом теплый, если я всегда привечаю своего сына или дочь, если они знают, что здесь, я их не спрошу, где ты был, а буду рад, что ты пришел. Концептуально. Иногда, может быть, не выдержу спрошу, но в принципе концепция такая. Я рад, что ты пришел, и ты жив-здоров. И каждый раз это счастье, что я прибегу к двери и встречу тебя, и обниму, и не спрошу. Больше расскажешь, расскажешь хорошо, не расскажешь, это твоя жизнь. Я дико с большим уважением отношусь. Это же было дико, с диким уважением, да? Я с большим уважением отношусь к твоей собственной жизни. Ты делишься? Иногда мне интересно, но если бы мне ребенок не рассказал, или рассказал не ту историю, которая случилась, уж точно я не ловлю его за руку. Потому что иногда дети рассказывают историю, которую они хотели бы, чтобы случилось. Или они хотели бы себя так представить. Но и слава богу, если не понимают, что они должны быть другими, когда они приходят к тебе. А ты их вывозишь на чистую воду и говоришь, нет, ты сейчас все обманул. И ребенок, который физически не очень развит. И он всегда проигрывает во всех этих забегах в школе. Я уже давно отменил все эти забеги в школе, потому что кто-то сильнее, кто слабее, надо придумывать другие ходы. Ну ладно, забег. И вот он приходит, и вдруг ему захотелось, он рассказывает, сегодня я побежал лучше всех. Открылось второе дыхание. Я бежал первый. Я оглядываюсь, просто никто не может догнать. А потом Петя споткнулся, я бросился ему помочь, и мы прибежали. Я предпоследний, он последний. Ну ты сидишь и думаешь... Что делать, да? Да, ну вот то есть понимаешь, что это... Да, и ты понимаешь, даже в этом есть какая-то, я бы сказал, манипуляция. Потому что он знает, что в каком-то мире ценности помочь другу больше, чем прийти первым. Да, ну даже это... Ты понимаешь, как он... Ну ты, конечно, принимай, какой ты молодец. Потому что в детстве дети не только проживают жизнь, которая потом будет опытом на будущее, но еще проигрывают сценарии. Разговорю с вами, это сценарий будущего голливудского кино под названием «Их жизнь», в котором они проверили ценность того, чтобы... Приняти первым или помочь. Да. А вы говорите, а еще хуже обманывать. Мало того, что ты там никому не помогал, ты еще обманул, ты еще мне рассказывал историю, а надо заниматься утром зарядкой, и надо физически быть сильным. И вместо того, чтобы каждый день ты обливался холодной водой, ты мне сейчас расскажешь такую историю. Ни в коем случае. Прямо, всегда с детьми рассказывать прямо. Иногда они выдумывают, фантазируют, фантазия, но это они пишут сценарий будущего кино. Я вас уверяю, что если вы не будете... Если вы этот сценарий говорите, это классный сценарий. Вот подставьте. Это хорошая история. Ты молодец. А если он ее сочинил, написал, тогда он молодец. А если он сказал про такую жизнь, тогда он не молодец. Сочинение, написание, любое мысленное проектие, да, это все есть часть детства. Позволительно в детстве это делать. И если мы ценности поддерживаем, любую маломальскую, они вырастают, что человек действительно поможет, а не будет первым. И будет ценить вот эту помощь, а не первым. И будет понимать, что первым приходят, раздвигая локти, а помогают, отдавая себя вселиком. Помогают именно сильные. К сожалению, время нашей сегодняшней программы уже подходит к завершению. Да, мы так и не дали слово Артему Федорову. Но зато все побыли между Артемами, и все могут загадать желание. Это вот самое главное, я думаю, что самое главное, это, конечно, то, что мы послушали сегодня вас, и очень важные вещи для себя поняли, те родители, которые действительно задумываются о том, как, да, растить своего ребенка, как его воспитывать. А самостоятельность, это действительно такой один из краеугольных моментов в воспитании ребенка. Спасибо вам за то, что сегодня посетили студию «Пилот-радио» в программу «Нашу время и дети». Я напоминаю, что видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет посмотреть на портале «Твериград». Есть у нас номер на WhatsApp, плюс семь девятьсот двадцать шестьсот девяносто три пятьдесят четыре восемьдесят два. Туда вы можете написать какие-то варианты тем для следующих наших программ, попросить какого-то совета, если вас что-то тревожит в воспитании вашего ребенка, какие-то моменты. Спасибо еще раз за участие. Я напоминаю, что сегодня гостем программы «Время и дети» на «Пилот-радио» был Артем Соловейчик, профессор Лесли-юниверсити, Кембридж-Юсэй, ведущий российский эксперт в области современного образования и воспитания. Мы с Артемом Федоровым сегодня как раз сооснователем среды образовательных возможностей СОВым выясняли все про самостоятельность детскую. Я, Марина Семенова, прощаюсь с вами. Артем Семенович. Спасибо большое за то, что вы озабочены этими вопросами, потому что это действительно самый важный вопрос. И сейчас, когда непростая ситуация вообще возникает, нам нужно в такие моменты, они хороши для того, чтобы услышать своих детей по-настоящему. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети.